приветствую дорогие друзья с вами елена виктор новогнистая ведущая канала ok english практика который вы сейчас смотрите и сегодня я вам озвучу голосом статью которая как я вижу по вашим вопросам очень актуально и так статья называется грамматика murphy серии in use и в чем отличие между разными сборниками несмотря на то что эта статья у меня написано уже наверное года три назад до сих пор я получаю одни и те же вопросы соответственно делаю вывод что наверное видео будет для вас актуальнее вы можете прочитать эту статью ссылку на него вы найдете в описании но если вы любите слушать начитку голосом то пожалуйста и так какие-то комментарии по мере прочтения я также буду добавлять друзья мои благодарю вас за просмотр видео на моем канале особенно те два видео которые касаются моей сжатой версии murphy красного и murphy синего видимо тем кто все-таки захотел заниматься по этим книгам и это здорово нужны также пояснения собственно говоря какое издание купить ведь их целая куча этих изданий и так поехали и так грамматика серии in use состоит из трех книг а давайте найдем картинку сразу на них посмотрим это у нас базовая версия то есть для новичков она называется и сэншу граммар и news есть у нас синяя версия это уже уровень интермерет средний уровень владения английским языком и есть у нас версия advanced первые две книги у нас автора murphy третья книга автора хьюинг за но так как в основном люди заниматься по мерфи то зеленую книгу также называют зеленый мерфи на самом деле это зеленый хьюинг хотя выходит в той же самой серии так давайте теперь будем двигаться по статье и так друзья мои книги под общим названием граммар и news я считаю не только я но многие вы наверняка тоже многие мои коллеги согласятся это одни из лучших учебников по английской грамматике не секрет что грамматику нужно тренировать отдельно потому что во многих учебниках ну по типу english file например out come speak out и так далее учебные серии их целая куча там грамматике уделяется очень мало внимания если ее проходит то урывками какими-то кусочками короче без концепции а все-таки для того чтобы мы сделали успех в каком-то деле не важно на самом деле это английский или какой другой нам нужно заниматься концептуально то есть иметь в голове базовую систему так вот если вы хотите понять английскую грамматику чтобы она перестала для вас быть набором каких-то шаблонов которые не связаны то конечно вам нужно проходить ее системе то есть полностью пройти все в систематизации и с этой задачей я считаю книги серии in use справляться просто отлично них минимум теории а также в них максимум практики то есть мы не просто проходим теорию мы еще и сразу смотрим выполняя упражнения как все это работает и так как это самоучитель то естественно мы можем себя проверить в конце есть ключи ответы ко всем упражнениям друзья мы есть версии книг в которых ответов нет не покупайте эти книги сразу вам говорю лучше ищите именно with answers да с ответами и так материал в данных книгах что лично меня очень радует подается в структуре вам достаточно пройти всего лишь две книги на самом деле красную и синюю чтобы полностью проработать английскую грамматику до высокого уровня потому что зеленая книга это уже нюансы это уже всякие как бы глобальные систематизации но на самом деле зеленая книга также крайне интересно и если вы настоящий фанат английской грамматики то зеленую книгу вам также нужно пройти естественно разборы всех этих книг уже доступны на моих каналах красный мерфи 114 115 уроков синий мерфи 145 видео уроков и зеленый мерфи как раз дописываю сейчас мы уже на восьмидесятых уроках всего будет 100 уроков и так друзья мы давайте теперь все таки разбираться какое же издание мерфи лучше выбрать для учебы что такое ebook как зарегистрировать код доступа может быть я не буду это озвучивать но вы можете узнать это в статье для какого уровня какую книгу лучше брать и это также один из самых популярных вопросов которые я слышу и значит смотрите эта статья хотя она и старая но я ее регулярно пополнял поэтому данный материал он актуален на 2 на начало 2022 года ну что ж друзья мы освещаем следующие вопросы 5 изданий книг мерфи какое лучше купить отличие от красного синего мерфи издание европейское или северо-американское в чем у нас собственно отличие то что иногда называется basic grammar in use да почему basic что это есть у нас издание на русском языке мы о нем также немножко поговорим что такое электронная книга стоит ее покупать или не стоит и наверное дополнение supplementary exercises и так всего друзья мои существует две книги именно автора мёрфи это essential grammar news как книга для начинающих уровня а1 а2 она полностью охватывает весь базовый уровень книга с красной обложкой народное название красный мёрфи книга english grammar news средний уровень intermediate уровень b1 b2 по международной классификации книга с синей обложкой народное название синий мёрфи серии у нас также есть зеленая книга advanced grammar news я вам уже не все сказала она в принципе немножечко так это другой автор немножечко отличается по концепции но автор мне кажется сделал хорошую работу и подчистил хвосты скажем так и поговорил обо всем о чем мёрфи забыл упомянуть двух своих книгах книга зеленая я думаю будет интересно лингвистам людям из категории во всем мне хочется дойти до самой сути она наверное не будет интересна большинству людей она делает акцент на британский английский язык но в целом ее также очень очень интересно пройти и ваш интерес к данным видео доказывает что все-таки стоит именно с ней тоже работать потому что просмотров там тоже на каждом видео уже более ну как для такой книги более 5000 просмотров на видео это наверное круто и так 5 изданий книг какой же мы будем с вами выбирать друзья мы на данный момент вот на момент 2022 на февраль у нас существует пять изданий книг на обложке книги всегда указывается какая версия книги то есть какое edition это это есть на обложке давайте может быть тут будет видно ну вот например здесь написано third edition вот здесь for edition здесь second edition видите это издание книги значит первое издание но естественно не маркируется это то с чего все начиналось как как давно это было в 1985 году то есть книга в принципе практически мой ровесник далее second edition второе издание но вышло в 90-х годах эта книга у меня была я по ней занималась и наверное тогда у нас с ней случилась любовь я поняла что для меня это наверное один из лучших системных учебников по грамматике это не идеальная книга но свои задачи она выполняет на пять с плюсом и так красная книга выпускалась аудио диском на тот момент там была начитка всех примеров из теории ну почти всех примеров до синей книгой диска не было к сожалению далее у нас было third edition третье издание оно вышло в начале двухтысячных я думаю что его продали очень-очень много оно продавалось мне кажется без изменений наверное лет десять друзьям и также была версия с сиди для компьютера там были дополнительные упражнения и аудио потом у нас вышла fourth edition четвертое издание оно вышло в 2014 2015 годах книга была уже укомплектована и бук электронной книги давайте е-бук по народному да можно покупать с е-бук можно без нее и также у нас внезапно появилась fifth edition пятое издание это самое новое издание оно вышло в восемнадцатых девятнадцатых годах также оно выходит в варианте с электронной книгой либо без нее и пока на данный момент пятое издание было выпущено для синей книги для красной вышли лишь версии с переводом на разные языки то есть небольшой адаптации для учеников из разных стран как я вам уже сказала друзья мои очень важно что книги выходят как с ответами with answers так и без них в принципе вариант без ответов without answers там будет это написано да он чуть-чуть будет дешевле понятное дело но очень многие люди даже сами того не понимаю берут книгу дешевле а потом обнаруживают что ответы ответов в ней нет очень часто бывает что мне как будто я автор книги я просто популяризатор мне пишут и говорят елена викторовна где взять ответы я их просто высылаю людям потому что без ответов очень трудно поэтому будьте бдительны ищите вариант with answers с ответами для самопроверки итак давайте немножечко кратенько уйдем в историю первое издание книги мёрфи как ни странно до сих пор есть в продаже эта книга видимо на нее очень дешевые права авторские поэтому и можно купить она мне попадалось наверное может быть года три-четыре назад по цене 1 доллара это прям очень дешево потому что мы знаем сколько стоит новая версия мёрфи она уже начинается от по-моему тысячи рублей даже наверное 1500 рублей то есть эта книга не дешевая но я считаю что она окупается полностью кстати я вам хочу сразу сказать что мне никто не платит за рекламу этих книг я не собираю никакой роялти мне просто очень нравятся эти книги я я люблю да я поэтому стала добровольным популяризатором и так конечно когда мы видим книгу мёрфи по цене 2 доллара то есть большое искушение купить эту книгу да но почему не стоит этого делать сейчас я вам объясню итак в самой первой книге которую я в руках держала практически несколько лет назад имея возможность сравнить ее с более поздними там огромное количество ошибок и опечаток это прям очень плохо друзья мы мне кажется что в начале все-таки никто не ожидал особенно в издательстве cambridge что книга станет такой популярной отнести отнеслись к ней прям скажем халатно я на самом деле понимаю издательство потому что когда я издавала свои книги кто не знает я также автор нескольких сборников я придерживаюсь концепции мёрфи и просто адаптирую материал для русско-говорящих людей так как мёрфи этого сделать не может потому что он не русский да и вот когда издавалась моя самая первая книга английский английская грамматика для новичков также издательство весьма халатно отнеслось к вычитке материала да и было очень много ошибок это было неприятно но потом они исправились когда увидели что все таки дело пошло люди книги покупают вот точно также мне кажется случилось и с реймондом мёрфи и так в книге ощущает отличается объем материала от более поздних то есть видно что книгу дорабатывали до некоторые темы добавили позже книги отличается порядок следования тем темы в книге называются units юниты или разделы в русской версии в общем друзья мои книга самого первое издание она дешевая но лучше по ней не заниматься это неудобно не нужно экономить на знаниях поэтому мы не смотрим на первое издание итак у нас доступно второе издание друзья мы что же у нас по поводу second edition 2 издания она у меня даже есть до сих пор лежит дома как реликвия значит по сравнению с первым но было очень сильно переработано мёрфи исправил ошибки опечатки он добавил картинки и вот картинки я считаю даже вот на тот момент в 90-х хоть они были просто как бы как графические да картинки нарисованные карандашом они очень существенно облегчили восприятие книги поэтому это круто эти иллюстрации были стильными я помню что меня не на уроках английского просто завораживали в девяностых да когда эта книга попала мне в руки вот в таком виде книга начала все-таки завоевывать поклонников по всему миру это классное издание второе уже на самом деле по нему можно заниматься она может быть еще не совершенно но в принципе его можно найти в интернете можете открыть посмотреть сами его полистать и посравнивать далее третье издание друзья мои вот тут мне кажется уже полностью книга была как это сказать безупречно я считаю что после третьего издания можно было в ней больше ничего не менять мёрфи полностью доработала оглавление книги и ее содержание и больше на самом деле оглавление порядок следования юнитов международной версии и содержание они существенным образом не менялись вообще то есть вот то что вышло в третьей книге в начале двухтысячных напомню это было она принципе практически 15 лет не меняется связи с развитием информационных технологий на тот момент книга была укомплектована сиди диском сейчас конечно он уже не нужен а у многих уже даже нет сиди приводов но на тот момент это было актуально на диске были упражнения материал второй книги в общем-то не особо меняли как я вам сказала но вот в примерах 25-30 процентов примеров зачем-то поменяли имена зачем это сделали я не знаю но сами примеры на самом деле не изменились они в том же самом порядке с тем же самым контекстом в общем прикольно четвертое издание книги тут я не знаю что еще дорабатывать да если книга была отличная но в издательстве все таки они подумали что наверное что-то нужно делать нужно показывать бурную деятельность это все шутки друзья мы я не знаю подноготной но в общем четвертое издание вышло напоминаю что она вышла примерно в тринадцатом четырнадцатом пятнадцатом годах и так что можно было сделать можно было например поменять иллюстрации можно было добавить больше примеров но забегая вперед я все-таки скажу что примеры новые и упражнения особо не добавляли упражнения есть в отдельной книге на называется supplementary exercises дополнительные поддерживающие упражнения в само в самой основной книге мерфи до содержание никак не поменяли упражнения не поменяли изменили максимум пять процентов материала добавили какие-то актуальные в принципе добавления да по части грамматики которые назрели за последние десять лет с момента второго издания но что сильно изменилось это конечно же дизайн вот здесь я считаю что провели именно по дизайну достаточно большую работу хотя сами иллюстрации мне не очень нравится в четвертой версии я все-таки считаю что во второй версии были самые классные стильные иллюстрации может быть они просто дороги моему сердцу и так книга естественно четвертая она самая современная она самая стильная и актуальная и еще кстати хочу добавить также и здесь я об этом вспомнила все издания книги кроме первого выходили изначально на очень хорошей бумаги качественная бумага милована до переплет единственное что на этой бумаге неудобно писать ручкой потому что и можно растереть но зато эта бумага выдерживает многочисленные и открывания и закрывания и книга не потеряет внешнего вида когда опять же моя история да когда в 90-х мне попалась эта книга мёрфи я была потрясена тем что учебник может быть таким качественным то есть до этого я таких такого именно качество полиграфии я не видела поэтому книга классная и так четвертой версии у нас добавили электронную книгу то есть ибук но в продаже у нас есть версии как с ибук так и без нее соответственно где есть доступ к электронной книге книга получается дороже да где доступа нет книга получается дешевле я не знаю не помню вернее в статье я говорила о том зачем это ибук нужна или нет ну давайте если что я повторюсь ибук это возможность зайти на сайт и в онлайн режиме в хорошем pdf качестве открыть книгу и послушать все примеры там можно даже что-то пописать какие-то упражнения повыполнять но на тот момент когда я смотрела это было еще очень плохо реализовано возможно сейчас ситуацию исправили и так очень важно что наконец-то в четвертом издании начали выпускать из сэншел граммар ньюс то есть красный мерфи с переводом на разные языки то есть эту книгу адаптировали в том числе и на русском есть русская версия есть итальянская испанская французская корейская то есть для новичков базовый уровень наконец-то адаптировали но я не могу сказать что там прям это существенно помогает потому что все-таки материал очень сжат и нужны дополнительные пояснения которые вы можете найти в моих видео уроках на каналах ok english школа английского ok english и так очень неприятная вещь которая произошла с красным мерфи русской версии там добавили новый юнит юнит 3 которого раньше не было то есть раньше этот материал его по моему просто не проходили и тут его добавили на самом деле он был там нужен я это всегда своим ученикам дополнительно объясняла то есть это этот материал напрашивался но проблема в том что когда этот юнит вставили у нас изменилась нумерация юнитов и получилось что теперь после третьего юнита нумерация с международной то есть английской версии не совпадает это неприятно но в принципе ничего фатального нет весь материал по сути тот же сам а также добавили еще одно русское упражнение на перевод в каждом юнити в русской версии а так все остальное на самом деле сходится и когда меня спрашивают надо брать именно русскую версию искать или можно брать международную друзьям неважно что вы возьмете все равно вам нужна будет помощь в дополнительных объяснениях поэтому берите международную все нормально и вот теперь пятое издание мерфи вот тут даже меня друзья мои опытного учителя удивили вы не могли не заметить что раньше издание выходили с очень большим интервалом пять десять лет и тут внезапно за несколько лет буквально там полом два года прошло после четвертого издания вас выходит пятое издание ну и что в него добавили зачем была такая спешка зачем нужно было это делать а ничего не добавили друзьям и содержание то же самое примеры те же местами там чего-то какие-то новые слова добавили типа таблет планшет которого раньше не было ай-яй-яй как мы жили без этого да некоторые картинки и примеры чуть-чуть там поменяли подкорректировали под политкорректности да чтобы уважать всех и тому подобное вот ну в общем так как это и так было сделано в четвертой книге в четвертом издании я имею ввиду я вообще не поняла зачем это было дело дизайн поменяли но опять же дизайн был хороший в четвертой книге да не его поменяли но так чтобы это было что-то такое вау по дизайну да по сравнению допустим с тем контрастом который был в третьей и четвертой книге я не понимаю зачем это нужно было делать то есть радикальных изменений в пятой версии нет более того именно с третьего издания уже каких-то мега изменений в книге нет по контенту по следованию примеров да по упражнения вообще ничего не изменили с третьей книги в четвертой поменяли дизайн в пятой поменяли что-то там и так друзья мы возможно да это какая-то маркетинговая фишка вы знаете да когда выпускают тот же самый порошок но делают ребрендинг меня от обложку и упаковку и это типа другой порошок хотя он тот же сам если прям очень сильно сидеть сравнивать юнит в юнит если допустим у вас будет такая возможность сравните напишите в комментариях какие отличия вы нашли между четвертой и пятой версии синего мерфи да ну в общем если так вот в целом говорить немножко дошлифовали внешний вид добавить улучшили версию и book электронной книги вот но при этом и book до сих пор по крайней мере сейчас скачать еще нельзя что очень неприятно то что мы платим за нее большие деньги я не понимаю в чем проблема и и скачать вот ее можно использовать на официальном сайте у вас есть доступ в личный кабинет и там вы можете эту книгу открыть также друзья мы что не может не броситься в глаза чем новее издание тем соответственно дороже но так как старые книги в общем-то найти уже невозможно то есть может быть разве что с рук какие-то был книги можно купить можно их там найти распечатать но в общем чем новее издание тем она стоит дороже я рекомендую брать самое новое издание самое актуальное но еще раз напоминаю вам главное что неважно возьмете 3 4 или 5 издание от этого ничего по содержанию книги не поменяется это одна и та же книга они будут отличаться может быть в мелочах примеры какой-то дизайн ну и в русской версии напоминаю будет отличаться оглавление теперь друзья мы мы поговорим о следующем интересным интересном моменте чем же отличается красный синий мёрфи тоже это один из топ вопросов которые я получаю мне кажется каждый день я на них усердно отвечаю но люди продолжат мне задавать эти вопросы и так зачем выпустили красную зачем выпустили синюю несмотря на то что у меня есть другой старый видеоразбор вы видимо не очень любите смотреть мои старые видео поэтому я вам проговорю это еще раз если очень кратко то красная книга создана продумана систематизирована для начинающих в ней отсечено все лишнее все что вам может мешать овладеть материалом и оставлено только мясо самая-самая суть английской грамматики причем в очень удобной структуре но я хочу сразу сказать что эта книга не для полных новичков не для beginner это именно elementary то есть вы уже должны обладать какими-то знаниями базовых времен чтобы легче вникнуть потому что все-таки какие-то совсем основы и основы здесь не отрабатываются но для структуры если вы уже пару месяцев учите английский у вас уже назрели куча вопросов вы можете брать ту книгу и заниматься по ней вот она хорошо подходит для русских людей которые после школы где все усердно учили английский даже пытались дать там экзамены какие-нибудь это в общем многие если не все по факту выходит как false beginners то есть фальшивые новички со школы много чего знаю системы нет никакой а вот дальше красная книга именно нужно для проработки основ для приведения тех знаний которые у вас уже есть в структуру я друзья мои всегда рекомендуют если выбирать между книгами бы я рекомендую все-таки работать с красным мерфи более того я рекомендую не пропускать юниты хотя сам мерфи автор книги он утверждает что можно проходить книгу тут один юнит там другой но я не рекомендую этого делать это этот уровень тот который подается в красном мерфи его достаточно для бытового общения то есть в принципе все абсолютно вопросы которые у вас могут возникнуть 90 процентов вопросов закрывает красный мерфи поэтому если вам не нужен английский для какого-то крутого сложного экзамена вам надо просто общаться на английском и понимать как язык устроен берите красный мерфи проходите его все далее синий мерфи синий мерфи как многие заметили он повторяет частично материал красной книги и соответственно многие люди думают оу а зачем мне брать красную если я могу взять сразу синюю там тоже самое нет друзья мои там все-таки материал уже подается с опорой на то что вы это все знали и проработали поэтому для тех кто хочет может быть сэкономить денег и взять сразу синий мерфи но он новичок я не рекомендую это делать вам лучше взять красный мерфи и не гнаться за синим друзья мои к тому же я понимаю что вроде кажется о такая цена книги там 1500 рублей 2000 рублей вроде как дорого-дорого но может быть уже там я не знаю еще дороже друзьям но вы эту книгу один раз возьмете вы по ней будете целый год заниматься целый год я не понимаю что невозможно выделить там 2000 рублей на занятия за целый год мне кажется более чем это посильно абсолютно для каждого поэтому друзья мои я не рекомендую экономить я не рекомендую брать сразу вторую книгу если вы новичок но если у вас уже есть базы если в красном мерфи для вас ничего нового нет конечно берите синий мерфи и так еще раз повторим синяя книга это уже для тех кто хочет быть про в английском языке если вы собираетесь сдавать серьезный экзамен ну например международный экзамен айлтс или тёфл если вам в школе нужно сдавать допустим украинском зоно в английском егэ в русском егэ там в белорусском тоже какая-то забыла тц пц как-то так тоже какой-то есть тестирование короче если вам школе нужно сдавать в старших классах тестирования то этот уровень вам придется прорабатывать по симму мерфи и так друзья мы пошли дальше какое издание брать европейская или североамериканская в чем между ними отличия и так как понять что вы вообще смотрите на американскую версию красный мерфи называется basic grammar news а синий мерфи называется как бы название то же самое единственно там есть приписка north american edition и так это версии которые вы можете приобрести в америке и в канаде эти версии выходят не чисто в издательств в издании мерфи а он работал вместе с еще одним автором в европе на самом деле достаточно трудно найти североамериканский вариант точно так же как в америке очень трудно найти британский то есть европейский вариант отличие между книгами существенные друзья мои поэтому если вы хотите заниматься с опорой на мои видео материалы то лучше берите европейскую версию не берите американскую потому что я свои видео писал все-таки по европейской версии и еще один вопрос который у меня просто постоянно задаете чем отличие между американским и британским английском там есть особенности по грамматике если говорить условно то американская грамматика она чуть-чуть проще то что в си и в британском мёрфи строган например перфектные времена в американском она подается в такой более лайтовой версии типа можно упростить и это окей дальше американский английский и британский отличаются по фонетике то есть потому как мы произносим слова сам словарь и 90 я не знаю 8 процентов грамматики это одно и то же друзья мы это одно и то же поэтому если прям вот вам не нужно им на жить в к в америке в канаде и прямо общаться со всем как местные то можете заниматься и по обычной версии мёрфи по европейской но все же друзья мы некоторые версии в американской грамматике они упрощаются они вообще могут быть не про говорить о них могут не говорить в американской версии какие-то вещи принято говорить по-другому например вот это ярко выражено в глаголе шал в американской версии его вообще не используют его упустили американцы в этой версии используют шедд также подход к перфект ну present perfect я вам уже сказала он отличается от британского варианта там просто какие-то случаи выделены когда американцы сто процентов скажут perfect а в других случаях когда например европейцы скажут perfect американцы могут использовать past simple но в целом основное содержание книг сходится нумерация юнитов не сходится порядок следования тем имеет различия хотя в целом он сходится и если вы вам удастся найти аудио версию то естественно все примеры будто с американской озвучкой и это по-моему очень важно для тех кто тренирует именно понимание американского на слух то что вот все-таки и звучание оно отличается очень очень существенно и давайте еще раз повторим очень очень будьте внимательны я вижу тенденцию многих блогеров типа мега экспертов в языках раздувать из мухи слона британский английский и американский язык это два варианта одного и того же языка это одно и то же по сути грамматика одинаковая есть некоторые послабления в американском английском отличается произношение все а словарь грамматика то есть вы возьмете американский текст и и любой британец его поймет потому что это тот же самый текст любая американец откроет любой британский текст прочитает его и поймет на сто процентов потому что это одно и то же другим поэтому просто учите английский господи ты боже мой вам вначале вообще не надо знать про эти американские и британские отличия, что там lift, а там elevator, что там lorry, а там truck. Прям кошмар. Итак, еще раз. Итак, друзья мои, значит, красный Мёрфи в Америке называется Basic Grammar in Use. Синяя книга называется English Grammar in Use, то есть то же самое название, но с припиской North American Edition. Все, друзья мои. Теперь по русскому изданию давайте еще разочек кратенько. В 2017 году мы дождались русского Мёрфи. Синий Мёрфи не переводился не только на русский, но и на другие языки. То есть есть перевод только красного Мёрфи. Ищите все остальное, что если это перевод синего Мёрфи, это все какие-то неофициальные версии. Значит, что в нем переведено? Не все, конечно же. Переведены примеры из теоретического блока, то есть английский пример и рядом есть его перевод на русский. Переведены задания из практической части. Добавлено по одному упражнению на перевод с русского на английский в каждом разделе. Добавили новый юнит. Это юнит 3. Но в принципе можно жить и без него, я считаю. Сбилась нумерация, сбилось оглавление. То есть оно не совпадает с международной версией. Если вы будете смотреть мои видеоуроки и заниматься по красной русской версии книги, то у вас будет расхождение на один юнит. У вас, чтобы попасть на мой видеоурок и посмотреть тему, надо отнять единицу. Все-таки давайте немножко про e-book, про электронную книгу. Стоит ли ее покупать? Итак, четвертая и пятая версия книг продаются в классическом варианте, просто книга и вариант с доступом к e-book. Об этом будет сказано на обложке книги. На ней будет написано, что она идет с дополнением e-book. Внутри у вас будет номерочек, который вы вводите на официальном сайте и таким образом электронный ключ активирует для вас доступ книги. Я смотрела эти книги, в принципе, да, очень классно, все красивое качество, единственное, что невозможно скачать. И это, мне кажется, очень плохо. Я не знаю, я считаю, что нужно было дать возможность скачивать эту книгу. Или возможность сделать, например, приложение с этой книгой, да, чтобы оно работало только у тебя, но чтобы эта книга, в общем, была на телефоне, чтобы не нужно было заходить каждый раз на телефон, в онлайн, да. Итак, что очень хорошо в электронной книге? Абсолютно все примеры из теории без пропусков, они озвучены. Это хорошо. Так как многие покупают все-таки британскую версию, соответственно, примеры будут иметь британскую озвучку. Очень небольшое количество примеров озвучены в американском, с американской начиткой, но акцент все-таки это британский. Что еще хорошо? Эти книги озвучены не просто кем-то там, какими-то просто носителями языка, эти книги озвучены профессиональными дикторами, поэтому очень хорошо, если вы будете за ними повторять, таким образом вы и свою личную фонетику будете улучшать, и будете тренировать навык понимания на слух, вам так будет легче, потому что легче учиться у человека с хорошей дикцией, чем у того, кто жует слова, говорит быстро, скомкано и так далее. В общем, друзья мои, решайте сами, нужна вам ebook или не нужна, и как бы ради полной озвучкой платить больше, ну там получается порядка на, по-моему, 15 долларов дороже, это для кого-то может быть существенно, то есть электронная книга не обязательна, друзья мои. Еще, кстати, интересная штука, что многие люди покупают версию с электронной книгой, но так как все на обложке написано по-английски, они даже не знают, что они могут активировать эту книгу, поэтому не нужно так делать. Для кого нужно, друзья мои, вот здесь вот у меня на сайте есть инструкция, как активировать электронную книгу, для некоторых это сложно, иногда код бывает, что не регистрируется, нужно написать support, поддержку Cambridge.org, и они, в общем, вам его активируют. Вот тут еще дополнительные пояснения, я это все не буду проговаривать. Последнее, друзья мои, supplementary exercises, также очень часто люди покупают полный комплект красный Murphy, синий Murphy и supplementary exercises. Итак, что насчет них? Это дополнительные упражнения, их не делал Murphy, это делала другая команда учителей, и мне кажется, что эти упражнения не очень хорошо удались, то есть они подходят для систематизации, и рассчитано, что вы уже полностью проработали каждую тему в отдельности, и в общем, короче, эти упражнения сложнее, чем они должны быть вот в этих вот книгах. Опять же, я смотрела старую версию, возможно, в новых версиях все это исправили, но лично мне, то есть я пробовала с учениками заниматься, давать дополнительные supplementary exercises, и учеников они не пошли, то есть упражнения в этих книгах были сложнее, чем требуется. Вот, но в целом плохо то, что действительно в Murphy очень мало практики, друзья мои, хотелось бы практики побольше, поэтому я не против, если вы будете брать помимо Murphy для дополнительной практики другие книги, их целая куча, например, есть классная грамматика My Grammar Lab, потом, ну, я не знаю, для детей очень хорошая грамматика, Roundup, ну, вообще их очень-очень много, есть Оксфордские грамматики, то есть вы можете посмотреть, самое главное, что названия тем будут везде совпадать, то есть темы, которые проходят в разных учебниках по грамматике, они одни и те же, будет понятно дело меняться порядок следования этих тем, но, в общем, это все будет одно и то же. Также я вас приглашаю на свой сайт ok-test.ru, там есть у меня дополнительные упражнения, вот, вы можете посмотреть их. Друзья мои, пожалуй, наверное, на этом все. Из того, что я хотела вам сказать, давайте еще раз посмотрим на эти замечательные книги, я напоминаю, что вы можете посмотреть совершенно бесплатно мои видео, уроки на YouTube каналах, ok-english, ok-english, elementary, ok-english, практика, если вы где-то в других местах, не на моих ресурсах, увидите эти уроки, друзья мои, пишите мне, это кто-то их, скорее всего, своровал, потому что мои материалы я никому не продаю, я их делаю для вас, причем делаю для вас их совершенно бесплатно, эти разборы, да. Я призываю вас купить эту замечательную книгу, я с этого ничего не зарабатываю, но я просто считаю, что когда ты держишь в руках эту прекрасную книгу, это классно, когда ты можешь посмотреть видеоподдержку, чего, к сожалению, почему-то не сделали в Cambridge University Press, а должны были сделать, то это все еще существенно облегчает работу. И на самом деле этих двух книг, в принципе, трех книг, если взять всю серию, вам, как говорится, за глаза для того, чтобы полностью овладеть структурой английского языка и понимать, наконец-то, как он устроен, потому что наконец-то после проработки этих книг уже даже, наверное, первых парочек, десятков юнитов, вы поймете, как устроена английская грамматика, вы не будете видеть ее как какой-то хаос, как какую-то бессистемщину, вы перестанете постоянно делать калькус русского языка, что приводит вас к огромному количеству оговорок, ошибок и прочее, и прочее. Благодарю, друзья мои, за то, что досидели со мной до конца, урок получился намного длиннее, чем я планировала, но я надеюсь, что я смогла ответить на ваши вопросы, но если у вас они возникли, если в статье, ссылочку на которую вы найдете в описании, вы не нашли ответы на эти вопросы, то обязательно пишите мне, возможно, ваш вопрос поможет еще дополнить материал и расширить статью. Также я призываю вас подписываться на мои соцсети, инстаграм, телеграм, ссылочки вы найдете в описании. Если урок вам понравился, лайки-лайки, жмите. Если вам еще какие-то темы интересны, друзья, обязательно пишите идеи новых тем в комментариях к видео, я все комментарии читаю и доню по ним обратную связь. С вами была Елена Викторовна Вагниста и до скорой встречи в новых уроках на канале. Бай-бай!